всем привет спасибо вам за то что вы здесь спасибо за то что любите музыку за то что пишите комментарии комментарии ведь это самое главное я даю просто тему а вы уже ее обсуждаете вместе со мной я иногда присоединяюсь извините если к кому-то не присоединяюсь просто не хватает времени ну и что же продолжим наше веселье веселье в основном для вас и для меня тоже тоже очень веселая музыка у меня вся все мои полки шкафы тумбочки они все наполнены веселой музыкой носителями с веселой музыкой но это такая странная конечно тема для веселья веселье в широком смысле этого слова веселье это радость жизни не обязательно хохотать риготать отпускать какие-то шуточки идиотские рассказать анекдоты это радость жизни а музыка она и дает нам радость жизни и вот разговор о группе софт машин которые я начал и которые продолжились уже в виде комментариев они меня чрезвычайно радует радует то что люди знают что вы знаете и любите музыкант в группе софт машин и я не могу пройти мимо вот этой пластинки конечно роботом роберт white 1974 год у меня она к сожалению не в оригинальном издании в таком дешевом издании виде двойника совмещенной пластинки руси stranger и stranger дэн ричард и роботом ну я про роботом хочу несколько слов сказать потому что многие уважаемые мною люди очень хорошо разбирающиеся в музыке один из них музыкальный критик очень хороший точнее не критик обозреватель скажем любитель погруженные абсолютно в музыку это александр кан книжку которого я показывал между прочим и посмотрите в плейлистах там есть ролик посвящен на его книге очень хорошая книга всем рекомендую вообще музыкальных критиков терпеть не могу но александр кан он не критик я уже подчеркиваю я просто оговорился в начале представляю он просто очень любит музыку очень хорошо ее знает и понимает так вот он сказал как то что эта пластинка возможно вообще лучший альбом рок-музыки в принципе всей ну это конечно фраза выскочит не поймаешь понимаете сами конечно это не так потому что и кан и я слушали очень много и великолепных альбомов великолепных записей невероятное количество их очень много как я уже говорил там споры разные про лучший гитаристов лучших бас-гитаристов лучших барабанчиков это полный бред полная чушь и вступать в эти споры вообще не стоит ну просто потому что это потому что это вне здравого смысла все находится также как и разговора лучших альбомах рок-музыки но тем не менее эта пластинка она безумно хороша и слушать ее можно бесконечно вот после этого альбома сразу хочется слушать дальше мы очень мол например soft machine и все такое все вот в эту сторону и не обязательно чтобы чтобы это было кентербери зачем не обязательно просто можно king crimson все все вот все туда рок-боттом 1974 год в семьдесят третьем году как вы знаете роберт уайт получил травму тяжелую упал с высоты я не буду вдаваться в подробности но если хотите да выпивал на вечеринке посвященные дню рождения джилл смит замечательной певицы которая замечательного музыканта которая работала в группе гонг жила в группе гонг на у него праздник и парень выпил и случайно сорвался с высоты упал сломал позвоночник получил тяжелую травму и попал в больницу естественно после чего сел в инвалидное кресло но песни то куда девать песни уже были написаны часть песен которая вошла в работам были написаны для группы матчин мол а роберт не мог оставаться просто так бросить эти песни вообще перестать заниматься музыкой и он продолжил заниматься музыкой с помощью друзей с помощью замечательных музыкантов которых я назову чуть позже был записан второй его сольный альбом 1 and of the air я покажу попозже другом ролике это совсем сложная штука хотя и я уже говорил много раз я искренне считаю что сложной музыки не бывает вообще в принципе бывает ли сложная погода гроза бывает да град снег ураган дождь туман изморозь ледяной дождь всякие разные но это сложная погода или не сложно это просто погода она разная так так же как и музыка разная и сложной музыки никакой нет в природе мы слушаем и она нам либо нравится либо мы ее понимаем входим в резонанс с ней проникает она у нас либо нет и все говорится она сложная слишком она слишком для меня сложная это значит признаться в том что я тупой я тупой я не понимаю этой музыки она очень сложная а что там сложного она может показаться сложной хотя она прекрасна она замечательно и настолько душевно вот многие говорят что ну вот если бы он не выпал из окна и не получил бы травму то и не было бы этой пластинки хрень полная было бы эта пластинка я уже говорил что песням частично уже были написаны другое дело что еще не записаны хотя может быть что-то уже и записано это как бы никому не известно музыканты работают постоянно постоянно находится в процессе и что-то где-то какие-то уже дыма или не дыма там и какие-то партии отдельные какие-то мысли наброски уже может быть и были мы не знаем никто этого не знает может быть и сам роберт вай тоже про это забыл но тем не менее да так вот горит вот если бы там не травма и вообще слушать эту пластинку интересно только потому что ее записал человек в таком тяжелейшем состоянии выйдя из бы выехав из больницы на в инвалидной коляске и вот это делает пластинку интересный нихрена подобного делают ее интересной только сама музыка великолепная она настолько удивительно настолько новая новая вообще интересно всегда всегда эти если бы не было нового если бы люди я написал кстати говоря в комментарии в одном из что нужно быть открытым для музыки для новой музыки нужно быть всегда открытым хотя нужно не нужно тоже ничего не нужно просто но если бы не было людей с открытым сознанием с открытыми ушами с открытой душой то мы никогда бы не услышали не джаза не рок-музыки никакой вообще потому что это были одни сплошные инновации просто с самого начала начиная там не знаю с элвиса пресли если говорить о рок-музыке это был абсолютно новый подход вообще белый парень который поет как черный черную музыку и все какой-то нонсенс человек зашоренный с закрытыми глазами с замыленными ушами плюнет и уйдет и таких было много кстати говоря так что будем открытыми это я не реабилитирую тут ничего не защищаю тут защищать нечего тут настолько все великолепно что защищать можно только себя от дураков они не от этого с сонг первая песня морская песня один из моих любимчиков в музыке ричард сенклер играет на бас-гитаре роберт уайт на клавишных и поет и еще на разных ударных которые можно использовать без ног ну песня удивительная уайт играет на фортепиано и начинается она с традиционного мелодического хода достаточно такого европейского абсолютно легко усвояемого потом вдруг раз меняется аккорд и уходит куда-то в другую тональность неожиданно совершенно и абсолютно противозаконно вот что я могу сказать так не сочиняют музыку но продолжается пьеса уже в другом ключе немножко бывает начинает петь сложную непонятную вроде бы мелодию такой неуловимую достаточно мелодию но очень очень все красиво звучит и гармонично потом раз опять гармонические изменения вообще тут с гармонии делает что хочет человек абсолютно на фортепиано и начинается как будто бы другая песня даже хотя все то же самое продолжается да вот линия вокальная все продолжается нужно как будто началась другая совершенно какая-то история а потом вает уходит в вокализы если это можно назвать его колесами это новое слово в вокальной технике вообще голос у него потрясающего это очень непривычный для любителя рок-музыки тембр но широченный диапазон владения и интонирование точно и просто да как как говорят как говорит один мой знакомый гитариста уда децил простого точнейшие и очень такие какие-то замысловатые выделывает голосом штуки при этом синтезатор сзади переливается фортепиано играет и бас-гитары синклера конечно все великолепно last row следующий номер он немножко более традиционен в плане гармонии каких-то таких откровений сломов срывов вроде бы нету мы просто сложная гармония с уклоном в джаз тоже вся висящая на синтезаторах на клавишах и на пение уайта которая заводит в какие-то музыкальные дебри уже совершенно неведомые не 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 очень понятный хью хупер играет на вас гитаре здесь роберт уайт соответственно на клавишах и поет и лореал лореал он на ударных дальше пошло безумие настоящее little little red riding hand little red riding hood hit the road айвар катлер поет вместе с в этом монгезефеза играет на трубе и труба здесь главную играет историю здесь вообще несколько труп записано несколько тут наложены по моему в одну дорожку сведены и еще несколько идут в интервалы самые непредсказуемые такая плотность в этих трубах так там наиграна что прижимает просто к спинке дивана меня вот к этому только только вот этой пачкой духовых которые давят ну и все остальное тоже достаточно мощно во первых басовый риф пошел пошли ударные в отличие от первых двух песен пошла пульсация и на этой пульсации вот эти вот такие длинные ноты духовых диссонирующие гармоничные диссонирующие с диким тембром совершенно и пошли обратные уже обратные барабаны да то есть барабаны записаны в петли обратно запущены и уже не поймешь где прямая запись где прямое воспроизведение где обратное воспроизведение где голос в это поет прямо где он поет в обратную сторону уже трудно понять просто такой структурированный хаос но очень интересно его слушать очень красиво все звучит такая плотность такая картина вырисовывается что она не раздражает вот что я могу сказать это не не блям 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 да что такое сыгранное это конкретная совершенно прописанная написанная вещь очень мощная но небесной красоты алифи пес она действительно небесной красоты хью хоппер играет на бас-гитаре невероятное соло я долго пытался понять когда впервые услышал пластинку что за инструмент играет гитара это играет или клавиши это играют что это такое но понятно что это со временем стало понятно что это бас-гитаров в самом-самом верхнем регистре с бешеной скоростью и при этом песня медленная очень вает играет на клавишах синтезаторные звуки вот эти вот плавающие такие перед переливающиеся фортепиано и вот это вот соло хоппера это не соло это просто игра он просто играет параллельную жизнь совершенно с тем что играет вает все это вместе складывается в единое целое и очень красивая мелодия алифи поет бывает песня неожиданно переходит незаметно переходит в следующий номер life который называется бывает тоже алифи продолжает про алифи ну врубаются бас кларнет и саксофон и только этим можно отличить одну песню от другой ну плюс еще добавленная мощь общая общая плотность и драматизм появляется появляется драма появляется страдание появляется уже какой-то такой напряг жуткий и наконец little red robin hood hit the road маленький красный робин гуд выбегает на дорогу и вот эта пьеса последняя настолько ломовая ну а она больше похожа на то что мы привыкли слушать она в ней меньше все меньше экспериментов но больше безумной игры всякой при этом гармонически она как-то немножко не то чтобы попроще но по понятней скажем так и она лишь является хитом наверное из всего выше нас вышеперечисленного хотя алифи мне нравится больше хотя она и посложнее по стране но она такая нежная такая лирическая такая тонкая и удивительная что просто вот от нее не оторваться никогда а маленький красный робин гуд это это просто общий кайф и понятно что бывает это дело придумал сыграл пригласив друзей и что он будет работать дальше потому что такого драйва мало кто мог себе позволить и может до сих пор кстати говоря все стесняются чего-то не надо ничего стесняться на просто играть то что нравится вот я пошел пить пока